Приветище! Это Satisfactory и у меня для тебя сегодня шикарнейшая новость. Ну во-первых, у нас Рождество началось, смотри сколько тут коробочек лежит. Я тебе сейчас покажу, когда я только сюда зашел, тут вообще дождь из них был, они сверху с неба сыпались. Это невероятно, они на таких двух красных парашютах, красно-белых спускаются тебе. И когда они спускаются, играет какая-то новогодняя рождественская мелодия, и они так бахаются смачно. Ты подбегаешь, открываешь, а внутри такая маленькая рождественская коробочка, которую нужно исследовать. Собакен, который у нас здесь бегает, он теперь превратился у нас в рождественского оленя. У него есть красный нос и рога. Также пытался посадить этот ящик на свой огроменный камаз, но, к сожалению, не вышло. На видео ты видишь, как это выглядит. Красная шапочка помощника Санта-Клауса крутится у нас на чудо-магазине. Хоть и криво прилеплено, но все равно прикольно. Но круче всего, конечно же, разукрасили наш дрындуля. Ты посмотри, какой он теперь новогодний. Это просто красота. Золотой, конфетный и упаковочная обертка рождественская. Просто сказочно это все выглядит. Жалко, конечно, они не изменили звук мигалки. Сделали бы какого-нибудь рождественский тоже, было бы прикольно. Конечно же, в чудо-магазине у нас тоже появилась вот такая вывеска, типа всякие рождественские штучки вы можете здесь приобрести, но на самом деле здесь пока что ничего нету. Я думаю, что после того, как мы изучим коробки рождественские в нашем ММА, что-нибудь да появится. Помимо этого, случайным образом набрел на новые минералы, а именно кварц. Напоминаю, что кварц нам необходим для того, чтобы делать светильники, фонари и другие осветительные приборы. Кроме этого, я еще нашел серу. Она нам понадобится для использования при производстве черного пороха. То есть будем делать из нее порох, и возможно появятся новые какие-нибудь пушки. Ну и вкупе со всем этим рождественским настроением, подарочками и прочим-прочим, у нас появился пятый апдейт, который добавляет кучу всего, в том числе и облегчает строительство. Показывать я сейчас этого всего не буду. В сети есть двухминутный ролик, который показывает все новшества. И там довольно быстро все это показано. Если кому-то это интересно. Ну а мы сейчас идем в ММА и начинаем исследовать. Итак, для начала я хочу исследовать кварц, чтобы наконец-то доисследовать инопланетные организмы. Начинаем исследование. Итак, что же мы открыли? Кварцевые кристаллы. Для них, соответственно, нужен кристалл. Кремнизем. Чтобы исследовать эту штуку, также нужен кварц. Хорошо. Сегодня мы его поищем. Благо, теперь он у нас в сканере появился. Исследуем серу. Сера у нас чуть больше. Хотя нет, ее чуть меньше. Ее 12 штук. И мы можем из нее делать черный порох. А из черного пороха пока что неизвестно, что мы будем дальше делать. Окей, изучаем рождественские подарочки. Ты посмотри, сколько всего можно с ними открыть. Тут целая елка, блин. Вот смотри, вот это вот идет ножка, а это вот еловые веточки. Вот так вот, если пересмотреться, то реально елка. Значит, все, исследуем подарочек. Да ладно, елка. Огромная рождественская елка сейчас откроется. Балдежно. И подарочки. То есть мы сможем нарядить здесь елку. Прикольно. Есть просто карамелевая трость. Есть карамелевая трость-дубинка. Для ее изготовления нам понадобится рождественская зеловая ветвь. А где же мне ее высрать-то? Я еще елки не... Подожди, может быть я елки научусь сажать? Так, давай посмотрим. Во-во-во-во, появилась. Вот, смотри. Вот она у нас огромная рождественская елка. Доставлена по спецзаказ. Дополнительные украшения будут появляться по мере прогресса исследования специально отведенном для этого деревья ММА. Но чтобы эту елку сделать, нам нужны зеловые ветки. А где же их достать? А, гляди-ка. Она из подарков берется. То есть я сейчас могу открывать подарки? Правильно я понял? А, ты посмотри. Нам нужно подарки затолкать в конструктор. Из подарков мы сделаем еловые ветви. Как все сложно. Это прям целый технологический процесс. Хорошо. Давай здесь воткнем конструктор. Подключим его к сети. Закинем подарочки. Будем производить еловые веточки. Вот тебе 355 подарков. Производи. Первая веточка. Дай я ее возьму. Дай я возьму первую веточку. Вот как она выглядит. Таких еловых веточек нам понадобится сотня. Для нашей чудесной елки. Она делается из железа и бетона. Но выглядит как натуральная, настоящая земляная елка. Не, не земляная. Неправильно сказал. Землянская. Короче, елка с земли. Что ж, поскольку серия у нас посвящена исследованиям. Предлагаю искать кварц. Погнали. Сейчас посмотрим, где у нас тут кварц. Если он есть поблизости. Тысяча. Нифига, за километр бежать надо. Ну ладно, побежали, значит за кварцем. Параллельно ко всему кварцу мы будем искать с тобой еще и энергослизни. Чтобы улучшить производство нашего предприятия. Самый ближайший кварц к нам это 700 метров. А я его уже увидел, я увидел, я увидел. Вот он кварц. Кварц причем всегда где-то в горе. Как будто вросшийся. Вот видишь, все. Мы кварц добили и как бы рудника-то и нет так такового. О, какие слезняки-то у нас теперь другой формы. Они видоизменены немножечко. Дизайнеры над ними поработали, мальца. Добрался до лесов. Красотень какая. А то эти пески уже поднадоели изрядно. О, гляди-ка, желтый слизень. Он сидит и смотрит на речки. А сколько здесь ягод у тебя? О, какой бомбезный и злой чудик. Но нам не помеха, мы все равно наверху. Сейчас заберем у него слизняка. Спасибо за слизня. И сейчас по-быстренькому ягодки у него стырим. Так, забирай. Он куда-то, кстати, убежал. А, вон он бродит. Плавает. Ну, пускай пока плавает. А мы вот эту ягодку забираем. И улетаем. Нашел разбитого дрона. Тут кто-то у нас тунеядствует. Развлекается. Давай сейчас с ним разберемся. Посмотрим, что нужно для дрона, чтобы его открыть. Фух, уделал его. Так, значит. Всякую фигню собирать не буду в виде болтиков. Вот мотор есть. Его отвозьмем. Давай посмотрим, что наверху. О, муха. Я тебя тут не ожидал увидеть. Сейчас заберем вот эту штуку и поглядим, что тебе тут нужно. Что это? Ротор. Всего один ротор нужен. А у меня его нет. Хотя я могу его сделать. Так, минуточку. В принципе и болты тут валяются. Давай построим здесь верстак и попробуем соорудить. Верстачок, значит нам нужен ротор. Для этого нам понадобятся болты. У меня даже есть с собой железные прутья. Ладно, возьмем болты. Делаем ротор. А, ладно, давай листу выкинем. Кстати, теперь смотри. Не нужно обязательно нажать мышкой вот сюда. На кувалду. Достаточно нажать пробил. И оно теперь само мастерится. Это же офигенно. Все, пять роторов у нас. Это разбираем. Держи ротор. Показывай, что там тебе есть. Требуется еще 10 мегаватт. Да что ж такое-то. Еще электричество нужно. Рано я верстак убрал. Короче, пофиг на этот дрон. У меня все равно нет медной проволоки с собой для сжигателя. Поэтому я запомню это место и когда-нибудь сюда вернусь. Продолжаем поиски кварца. Гляди, неужели я нашел кварцевую руду? Вот это да, вот это да. Наконец-то мы ее нашли. Богатое месторождение. Так, давай-ка я сейчас попробую поставить здесь верстачок. Так, чтобы мы это место на карте, оно как-то отметится? Нет, не отметится. А если мастерскую? В мастерской хоть бур ручной можно сделать. Так, значит бур. Во! Сейчас я его здесь воткну и пускай он мне добывает. Можно в принципе даже несколько здесь их поставить. Кидаем их. И пускай они трудятся во благо кварца. Ништяк. Так, вот этот что-то потерялся. Не хочет... А, нет, вот нашел, кажется. Все, пошел бурить. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что если я оставлю здесь машину, она-то на карте всяко-разно отмечается. Во! Заводская мототележка. Она здесь и будет мне показывать месторождение кварца, чтобы я не потерял его. Так, что там у нас? Сколько вы добыли? Взять все. Взять все. Ништяк. 300 руды есть. Все, побежали отсюда. Так, давай на обратном пути. Мы попытаемся найти еще серу. Сера есть где-нибудь? Сера. О! Желтый слезняк, но он в камне. Какая печаль. Ну, когда же я начну... А, кстати, вот он. Я его так могу достать. Нам же порох-то нужен для чего? Для того, чтобы динамит делать. До меня только сейчас дошло. Какое оружие? Динамит, подрывы, взрывы. О, да. Сера наконец-то нашлась. Она тут рядышком. В 300 метрах от нас. Какой густой здесь лес. Сейчас будет прикольно, если я еще богатое месторождение серой найду. Ха! Я же говорю. А вот и богатое месторождение серой. Но тут дофига злобных кабанчиков. Кабанчики. Где моя палка? Вырубалка. Давайте по одному. Все, ушатал уже всех кабанчиков. Последний остался вроде. Да, всех кабанов ушатал. Теперь за спокойной душой можно добыть серу. Хотя, куда она добывается, интересно? А, есть место, есть. Отлично. Сюда я воткну, думаю, вот этот вот радиомаяк. Он у меня один-единственный. Так что, почему бы нет? Вот так вот он выглядит. Давай, втыкаю его сюда. Вот, сейчас мы его настроим. Радиомаяк. Он нам будет показывать серу. Она у нас желтого цвета, вот такого. И здесь у нас сера. Готовчинка. Это разбираем. Давайте, ребят, давайте по-быстренькому. Сейчас добудем мне серы в нужном количестве. Ну вот, добыл, короче, 150 серы. Мне этого будет достаточно. Пора отсюда чесать. Знакомое местечко. Куда-то я выбежал. Разбитый дрон, а справа, значит, у меня база угольная. Сейчас мы обратно, походу, на поезде поедем. Точно, точно, точно. Я вышел с другой стороны моей угольной базы. Но, к сожалению, я немного опоздал. Дело в том, что поезд только что уехал. Но благо, что я еще не всю гипертрубу разобрал. Это мое спасение. Наверное, я ее и не буду разбирать. Пускай она так останется. Единственная проблема, что... Где же я сейчас вылечу с нее? Я сейчас такую скорость разовью. И потом как ядро вылечу с этой трубы. И, возможно, меня размажет по стене. Кстати, смотри, экзоскелет у меня отдельно от тела. Где-то там катится. Сам по себе, произвольно. Сейчас посмотрим. Оу, вылетел с трубы. Нифига себе. Вот это полет. Так, что у нас с подарочками? Сколько у нас? 334 ветки. То есть мы сейчас можем построить елку? Серьезно? Елочка. А, цемента не хватает. Сейчас. Елочка у нас станет по центру. Где-то здесь. Какая она огромная. Е-мое, давай построим. Етишкин корень. Ты слышал, как она упала? Это я понимаю, елочка. Я всего лишь хотел, ну, метров два. А она тут в метров пятьдесят. Жесть. Поставил елку. Ладно, пускай пока так стоит. Я в исследовательский центр сбегаю. Ну, осталось только ее украсить. ММА, я принес тебе кучу всякого интересного. Вот тебе кварц еще. Давай исследуй. Я смогу делать кварцевые кристаллы. Это хорошо. Исследуй также кремнезем. У меня он есть. Я его получил при добыче кварца. Что он делает, мы сейчас узнаем. Кремнезем. Продукт переработки неограненного кварца. Чаще всего используется для создания стеклянных строений. А также участвует в продвинутых процессах обработки. Альтернативных способах производства электроники. Соточку кварца набили. Изучаем этот резак. Ну, наконец-то мы его сейчас сделаем. Мне буквально пять штук резаков нужно. Короче, я сделал только два таких резака. А на остальные мне не хватило кварца. Немножечко печально. Но я не расстраиваюсь. Потому что я схожу сейчас в магазинчик. В надежде на то, что я смогу купить этот кварц. Магазинчик. Рождественский. Дай мне, пожалуйста, скидочку на деталье и кварц. В том числе. Он тут есть? Кварц. О, я могу прям резак купить. Сто резаков. За четыре купона. Но это как-то слишком. А кварца так такового и нету, да? Ладно, фиг с ним. Давай купим эти резаки. Может они еще помимо исследований куда-нибудь пригодятся. Хотя, что я такое говорю? Они сто процентов пригодятся. Что же нам сейчас откроется? Сканер все-таки засунул свой. Потому что делать другой нет времени. Что это такое? Обнаружение враждебных организмов. Да вы что? А оно мне надо? И вот ради этого я потратил четыре купона. Что там я ищу? Кварцевый резак. Господи. Нафига мне это обнаружение враждебных организмов? Зачем? Я их и так могу увидеть, если они на меня побегут. Ну ладно. Надо было исследовать и исследовал. Дальше. Переходим к серии. Уголь нужен. Окей. Сейчас притащим. Блин, ну елка, конечно, она волшебная. Прям сразу такое новогоднее настроение. Единственное, жалко, что не настоящее. Выглядит как настоящее. Но я же знаю, что она сделана из говна и палок. Ну то есть металл, бетон и что-то там еще. А, ну и ветки. Конечно же ветки. Но вот ветки, они настоящие. Ты представляешь? Хоть что-то натуральное здесь есть. То есть, по идее, тут должно пахнуть прям, ну настоящей елкой. Все, уголь я притащил. Дайте мне, пожалуйста, бомбы. Бомбы, динамит, подрывные какие-нибудь штуки и гранаты. Я не знаю, что-нибудь. Это что, взрывоопасные примени... Отлично. О, что? Я исследовал подрывы. Так, так. Ох ты ж, ё-моё, взрывчатка Нобелиск. Или Нобелиск. Не знаю, где ударение ставить. Детонатор Нобелиска. Винтовка. То есть, пушки тоже будут. Офигенно. А это что такое? Патроны для винтовки. А тут дальше что-то вот прям, наверное, очень бомбическое будет. Винтовку я уже, в принципе, могу исследовать. Просто нужно сто трупов притащить. Ладно, мы сейчас это притащим. Давай откроем, пожалуй, вот эти вот карамельные трости дубинки исследовать. У меня же куча еловых веток есть. Здесь вот что нужно? Десять карамельных дубинок, что ли? Так, чтобы нам прокачаться дальше, нам нужно сделать карамельные тросточки, которые мы сейчас изучили. Где мы их можем сделать? Карамельная трость дубина, а мне нужна карамельная тросточка. Она делается у нас в конструкторе. Только в конструкторе. А почему я сам не могу своими ручками это сделать? Ладно, допустим. Сделайте нам, пожалуйста, карамельную трость. Она делается из подарков. Зря я, походу, все подарки кинул в еловые ветки, да? Это была глупая затея. 185 веток, и куда мне их теперь толкать? А можно обратно ветки переделать в подарки? Пожалуйста. Черт. Да ты лоханул, скажешь. Ладно, пробегусь, соберу подарочки и все сделаю. А сейчас пойдем возьмем трубки и изготовим нормальное оружие. Все, винтовка исследуется. Через три минуты мы ее получим, сможем изготавливать. Что насчет подарочков? Есть где-нибудь поблизости, тут рядышком, где-нибудь подарочки? Что-то как-то голенько. Тебе так не кажется, неужели я все собрал? Они, конечно, еще будут прилетать сверху, но это будет крайне редко уже. Не так, как в самом начале меня засыпали подарками. Ну ладно, не будем расстраиваться. Винтовка у нас в кармане, можно сказать. Я могу ее сразу сделать. Прикольно, давай сделаем. Я хочу на нее посмотреть. Винтовочка, винторезик. Доставай ее. Вот это ствол. Вот это, я понимаю, пушка. Вот это да. Пил, 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 пил. Осталось только Патрики сделать, и будет все четко. Ну что ж, я думаю, что на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить свои пальцы вверх под этим видео, то бишь лайки. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы с тобой увидимся и услышимся. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok